Аналитические репортажи, разнообразие мнений, герои и комментарии экспертов. Объективно и достоверно в программе. В центре внимания. Здравствуйте. У микрофона Бутагосия Ахмедовна. Программа подготовлена Британским институтом по освящению войны и мира. В ближайшие несколько минут мы снова поговорим о том, что важно. Главное достижение казахстанских властей – это стабильность и мир. Но недавно стабильность в стране, похоже, пошатнулась. Лето началось с трагического события на западе страны. 5 июня 2016 года в городе Актобе группа экстремистов напала на оружейные магазины и воинскую часть. Погибли мирные граждане и военнослужащие – всего 17 человек. Информация быстро распространилась посредством социальных сетей и ватсапа. Пока народ в первые дни после трагедии пытался понять, что происходит в Актобе, правоохранительные органы в течение небольшого времени отчитались об уничтожении всех преступников, которых назвали террористами, а само преступление – терактом, который предприняла группа радикальных исламистов. Через 4 дня в стране был объявлен общенациональный траур. Кроме того, по Казахстану на 40 дней был установлен желтый уровень террористической опасности, в Актобе – красный уровень. Надо сказать, что до сих пор, спустя почти месяц после терактов в Актобе, эксперты не пришли к единому мнению о том, кто стоит за организацией этих терактов, можно ли связывать их с действием террористической организации DAISH, либо это внутренние проблемы, среди которых и земельный вопрос, и вопрос внутриэлитных разборок накануне смены власти в стране. Интересно то, что первые аналитические выводы эксперты всех мастей начали делать буквально в первый день после событий в Актобе, а сегодня многие из них в личной беседе признавались, что так и не поняли, кто это был – идейные террористы или просто преступники, и кто стоит за всем этим. Но один печальный прогноз все же есть – это не последние теракты в Казахстане. Казахстанские эксперты считают, что в стране, к сожалению, есть все предпосылки для религиозного экстремизма. Во-первых, социальная почва, высокий уровень безработицы, которым многих молодых людей из маргинальных слоев населения вынуждает искать варианты выживания, и, как правило, выводит их на религиозные секты. Эти секты и группы имеют хорошо отлаженную систему пропаганды своих экстремистских идей. Такая опека со стороны радикальных религиозных групп не заканчивается вот такими терактами, как это было в Актюбе, считают эксперты. Второй вывод экспертов – силовые органы Казахстана не успевают за стремительной эволюцией террористов. Их методы исполнения терактов, как прогнозируют эксперты, будут становиться все более изощренными. Говорит полковник КНБ в отставке Арат Норманбетов. В последние 2-3 года после тех проявлений в Актюбинской области, в Уральской, выводы вроде бы должны были очень серьезные сделать, потому что там были очень резонансные такие террористические проявления. Однако проходит 2-3 года, и вот 27 человек атакуют объекты в таком крупном городе. И отсюда вывод какой? Что спецслужбы опять были застегнуты врасплох, не подготовлены к этому. Даже были вопросы, что техники не хватало, кадров не хватало у опытных. Было же время, все, помощь из центра шла по заявкам этого УКНБ областного. И опять такое проявление. Но в то же время наши террористы, экстремисты, они же идет постоянное, тоже у них совершенствование. Если они сейчас нападают, допустим, на в основном военнослужащих, на полицейских, то опыт, который происходит на Ближнем Востоке или на Западе, когда самоподрыв идет уже с применением взрывчатых веществ, как бы не присклодно об этом было говорить, но это все к нам придет тоже. А уровень спецслужб, судя по последнему проявлению террористическому, слаб. То есть мы должны были превентивно это все локализовать на стадии подготовления к этому террористу, но, однако, не смогли этого сделать. Только работали по фактам, когда уже террористические проявления происходили. Понимаете, отсюда я делаю вывод, что проявления терроризма будут усовершенствоваться с применением взрывчатых веществ, самоподрыва, оружия какого-то более современного. Получается, что оперсостав не постевает за эти. Вот это меня беспокоит, вот эти тренды. Вот это тоже специфика терроризма, который происходит у нас в Казахстане. Говорит Досум Садпаев, политолог. Это внутренняя стабильность и внутренняя стабильность, который разбил. Вторая существенная ошибка в власти состояла в том, что они в течение долгого времени абсолютно не работали с молодежью. Выросло целое поколение независимости. При этом определенные категории из этих молодых людей, они давно уже находятся влиянием на радикальную идеологию. Только последние годы стали сейчас власти активно заняться этой проблемой. Третьей существенной ошибкой власти являлось то, что они упустили тот самый момент, когда религиозный ренессанс в Казахстане, связанно с тем, что большое количество молодых людей умерли с религией, он совпал с низким уровнем религиозного образования. Не только среди простых людей, но даже среди духовенства. В этом тоже есть определенные проколы с точки зрения работы духовного управления мусульман Казахстана и так далее. То есть выходит в то, что даже в сфере религиозной деятельности, те структуры, которые отвечают за вопросы религии, они оказались слабыми игроками, не способными на эффективную работу в населении. Между тем, первый прогноз экспертов, к сожалению, уже подтверждается. В среду, 29 июня, Комитет национальной безопасности Республики Казахстана официально заявил, что в воскресенье 26 июня пресек попытку террористического акта в двух населенных пунктах Карагандинской области, в городе Балхаши и населенном пункте Гульшат. По информации КНБ, экстремисты планировали теракты с применением взрывных устройств. При задержании в поселке Гульшат один из террористов произвел самоподрыв и яд полученных ран скончался. Других жертв и пострадавших не имеется, отмечается в сообщении КНБ. Остальные члены группировки удалось задержать. Сотрудники спецслужб изъяли компоненты для изготовления бомбы, а также однистрельное оружие. Заведено уголовное дело и ведется расследование. Выясняется, кто был связан с экстремистами. Уважаемые радиослушатели, если у вас есть вопросы, комментарии или вы желаете поделиться своими проблемами, вы можете позвонить по телефону в Алматы 354-08-45. Вы слышали программу, подготовленную Британским институтом по освещению войны и мира. У микрофона была быта гостья Дахметова. Наши сюжеты и статьи вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресу www.iwpr.net, а также на Facebook на нашей странице IWPR Казахстан. Встретимся на этой же волне и снова поговорим о том, что важно.